Перед началом ролика хочу порекомендовать вам канал Скандально неизвестная сценаристка Он посвящен разборам фильмов, сценарному мастерству и кинематографу У его ведущей Екатерины высшее режиссерское и психологическое образование Поэтому она не клепает однообразные обзорчики и не пересказывает информацию из Википедии А с профессиональной точки зрения анализирует киноперсонажей и фильмы Рассказывает о том, как пишутся сценарии, анализирует причины популярности кинолент и еще много чего интересного На примере известных фильмов Екатерина объясняет Как научиться рассказывать интересные истории Почему капитан Джек Воробей сродил миллионы зрительских сердец Что общего у зрителей Федерико Феллини и зрителей Дома 2 За счет чего диалоги Тарантино получаются такими крутыми И как анализировать истинный смысл кинокартин Так что если вы интересуетесь кино и вам всегда было интересно, как пишутся сценарии То подписывайтесь на канал Кати Ссылка в описании Одна из главных проблем экранизации мультсериалов заключается в том, что в хронометраж в полутора или двух часов Очень сложно, а в основном невозможно уместить то, что показывают в нескольких или даже в одном сезоне мультсериала И из-за этого очень многим приходится жертвовать Нюансами, деталями, персонажами и даже целыми сюжетными линиями Из-за чего очень серьезно страдает повествование Но бывают такие сериалы, которые сами по себе очень короткие И поэтому в формате полнометражного фильма они могут смотреться очень даже хорошо Черт, порой может показаться, что изначально это и должна была быть полнометражка Но ввиду каких-то там обстоятельств ее разделили на серии Про один из таких сериалов мы сегодня и будем дискутировать Привет! Типа того, да Кто бы сомневался Искренне рады приветствовать вас на нашем поезде На самом деле не искренне, просто по протоколу так надо говорить Раз-раз, что я тут делаю? Ты здесь, чтобы решить проблему Какую проблему? Твою личную проблему Какую из? У меня их много Я не могу всего сказать, но вот держи, тебе это поможет На самом деле не факт, что поможет, но все же Это же планшет Это и сообразительный И для чего он? Он поможет тебе решить твою проблему Мою личную проблему? Нет А какую тогда? Я не знаю Ладно, по дороге разберусь Расскажу пока про поезд Удачи! И помни, что... Что даже такая бесполезная вещь, как элемент декора, может быть, важна Да-да-да-да, все, по дороге разберусь Пилотная серия была опубликована на официальном канале Cartoon Network на YouTube еще в 2016 году Сюжет рассказывает о девочке по имени Тюльпана, которая попала на некий бесконечный поезд, в котором каждый вагон представляет собой отдельную вселенную И она, пробираясь по этим вагонам, пытается найти выход и вернуться домой Серия собрала исключительно положительные отзывы и несколько миллионов просмотров И только спустя два года, в 2018, Cartoon Network объявил о производстве полноценного сериала И только в августе 2019 года вышел полноценный первый сезон Как и пилотная серия, первый сезон получил в целом очень положительные отзывы Но у зрителей были некоторые претензии Была изменена стилистика главной героини Она стала более упрощенной Но при этом сам дизайн бесконечного поезда был доработан И приобрел характерный единый стиль Например, в пилоте двери между вагонами это просто двери А в сериале они имеют ручку в виде бесконечности Малая продолжительность сериала Сериал ждали целых три года, чтобы по факту просмотреть его за три часа Ну фактически там даже меньше, но тогда бы каламбур не получился Ну то есть сезон состоит всего из десяти серий Которые идут всего по десять минут Десять минут! Для такой концепции, в которой персонаж исследует различные, самые разнообразные миры Это слишком малый хронометраж, вам не кажется? Это как если бы Доктор Кто состоял бы только из одного сезона И каждая серия шла бы по двадцать минут Из-за этого история кажется какой-то скомканной, рубленной и поспешной Тебе кажется, что повествование идет галопом по Европам Будто создатели вот создали игровую площадку, но не додумались, что с ней делать дальше И да, частично из этого выросла и следующая претензия Это немного не то, чего все ждали Ну то есть люди ждали приключений и загадок в духе, например, Gravity Falls А на деле получили очередную историю, очередного самокопания, очередного тупого подростка Но! Если посмотреть на это с другой стороны, то можно увидеть, что такое скомканное повествование вполне себе хорошо ложится в формат полнометражного фильма И вот я к чему и хотел подвести Бесконечный поезд должен был быть полнометражкой Касательно моего личного отношения, мне сериал понравился И даже очень Мне понравилась концепция Мне понравились персонажи Мне очень понравился саундтрек Вот реально, саундтрек это одно из главных достижений этого сериала Вот не знаю, как это описать тезисно, просто вот послушайте Он мелодичный, он мистический, он формирует приключенческое таинственное настроение И вписывается в сеттинг просто отлично Хотя, казалось бы, просто очередная электроника в стиле ретро-вейва Но, если обратить внимание, вот прислушаться В составе мелодии можно услышать вот элементы гудка поезда Что как раз и создает то самое нужное погружение Ту самую атмосферу тайны и путешествия Ну, это сложно объяснить, это слишком субъективно, я понимаю Но вот на мой вкус, саундтрек в сериале просто волшебный И вот что важно, очевидно, но все же Слушать его надо после просмотра сериала Потому что тогда вы будете полноценно знать его контекст Знать, какая мелодия в какой момент сюжета звучала И тогда эмоциональное вовлечение будет гораздо полноценнее и сильнее Ну, вы понимаете, о чем я Когда есть ассоциация Без предисловий, мне не очень нравится дизайн главной героини Но это не потому, что он тупо другой А потому, что он выглядит более упрощенно Но это, к сожалению, издержки производства С таким дизайном персонажа банально легче рисовать Однако, это с лихвой компенсируется проработкой героини в плане характера Что на самом деле невероятно важно Да, мне тоже не очень сначала понравилось Что сериал так быстро летит по сюжету И уделяет мало времени загадкам и головоломкам вагонов Но когда я увидел, к чему это в итоге привело Что все это путешествие тюльпаны Это ее путь к осознанию своих собственных проблем И когда нам показали антагониста Ее мотивацию, а также отношение тюльпаны к антагонисту И как это в итоге помогло ей найти выход Мое мнение несколько изменилось Я понял, что у этого сериала более взрослый посыл, чем может показаться Мне понравилась идея, что число на руке Это своеобразный показатель личных проблем персонажа И чтобы выбраться с поезда Он должен свести это число к нулю То есть найти их решение Или хотя бы признать их Что также является очень важным этапом И видимо это зависит от того В каком состоянии человек находится Вот на какой стадии Мне понравилось, что поезд с разными мирами Это не просто мистическое место действия А метафора Метафора побега из реального мира Полного боли и проблем В мир фантазий Пока ты не признаешь свои проблемы Ты не сможешь сойти с этого поезда забвения И самообмана И будешь вечно, бесконечно По нему курсировать Все вышеперечисленное Все это арка развития персонажа Тюльпаны И это отлично ложится на трехактную структуру Повествования полнометражного фильма Да, что-то придется сократить Что-то выкинуть Но вот основную, важную сюжетную информацию Сюжетные биты, так сказать Мы сможем сохранить Вот давайте сделаем это по стандартной трехактной структуре повествования В основе любой истории лежит конфликт Конфликт, который и запускает последовательность событий И который протагонист должен решить По ходу прохождения этих событий Протагонист постепенно приходит к решению этого конфликта И параллельно с этим растет как личность И в итоге становится лучше как человек Тем самым решая свой личный конфликт Или с точностью наоборот В зависимости от того, какую историю мы стремимся рассказать Но одно остается неизменным Протагонист проходит так называемую арку Арку персонажа И в конечном итоге Меняется Давайте вот проведем Тюльпану по этой самой арке Основываясь на данной схеме Акт первый Экспозиция В первом акте мы знакомимся с нашей героиней Тюльпаной Олсен Мы узнаем о ней базовую информацию Она школьница Она учится программированию Она хочет поехать в лагерь для программирования И у нее родители находятся в состоянии развода И вот здесь и начинается почва для конфликта Тюльпана еще ребенок Подросток Она еще многого не понимает И тот факт, что ее родители больше не любят друг друга И хотят развестись Оказывает на нее очень сильное психологическое воздействие Ей больно, ей страшно, ей это непонятно Она не хочет это признавать Побуждающим действием становится тот факт Что из-за развода отец не может отвезти ее в лагерь В который она очень хотела попасть И это становится для нее последней каплей Она решает отправиться туда самостоятельно Кульминацией первого акта является момент Когда Тюльпана попадает на тот самый бесконечный поезд Акт второй Борьба Попав на поезд, Тюльпана находит новых друзей И ставит перед собой цель найти проводника Чтобы он помог ей сойти с этого поезда Это поезд, на поезде должен быть проводник Логично И в процессе она начинает постепенно изучать Все эти миры этого загадочного поезда И параллельно изучать еще и себя А мы начинаем лучше узнавать ее как человека Мы узнаем больше о ее характере, о ее прошлом, о ее проблемах И постепенно начинаем понимать Почему она так болезненно воспринимает развод родителей Потому что вдруг они там были ужасными родителями И их развод это как раз то, что им нужно и по делам Чем больше Тюльпана анализирует и осознает Чем больше она совершает правильных поступков Тем меньше становится число на ее руке В плане самоанализа Очень показательным является эпизод в зеркальном вагоне Где она буквально разговаривает со своим отражением Которое открывает ей глаза на те вещи Которые она не хотела замечать и не хотела признавать И это также приводит ее к развитию и взрослению как личности В определенный момент Тюльпана сталкивается с проводником И это далеко не дружелюбное создание И может показаться, что это этот момент на схеме Так называемый большой поворот Кондуктор оказывается злодеем Но это не так Завязывается битва, которую Тюльпана проигрывает И в ходе которой проводник превращает ее друга Собаку Атикуса в монстра Наступает момент катастрофы и падения И тут вы можете заметить, что тут нарушена последовательность Сначала обычно идет большой поворот, а потом уже катастрофа Но тут у нас с точностью наоборот Сначала идет катастрофа, а потом уже большой поворот Тюльпана узнает, что проводник это не просто машина А человек по имени Амелия Персонаж с очень трагичной предысторией И эта информация в корне меняет ее и наше отношение к антагонисту Как вы можете видеть, такая перестановка структуру ничуть не рушит Это сделано специально Специально, чтобы показать, как может поменяться отношение к персонажу Когда ты узнаешь о новых обстоятельствах Это делает персонажа глубоким и неоднозначным И самое главное, живым Именно этот момент помог Тюльпане полностью осознать себя Осознать свои проблемы с помощью антагониста Ибо в ней она увидела себя Они оказались очень похожи И Тюльпана поняла, что у нее-то не такое уж и плохое положение Да, родители разводятся, но в отличие от любимого Амелии Они живы и здоровы Осознав свою проблему, Тюльпана открывает выход Акт третий Развязка Тюльпана отказывается уходить с поезда, пока не спасет друга Она находит способ, как это сделать Добирается до Амелии И после напряженной схватки побеждает ее И несмотря на то, что она сделала, Тюльпана не собирается уничтожать ее Она проявляет к ней сочувствие и озвучивает довольно взрослую для нее мысль Надо двигаться дальше Что она, собственно, и собирается делать Что ж, каким персонаж становится в итоге? Тюльпана в итоге окончательно вырастает над собой и понимает Да, родители разводятся, но это не конец света Это просто часть жизни Это нужно просто принять и двигаться дальше И она принимает это Она готова двигаться дальше Да, это довольно банальный и стандартный посыл Но далеко не каждый взрослый это понимает А тут подростковый сериал Ориентированный на ту аудиторию Для которой осознание таких вещей важно как никогда Арка Тюльпаны на этом завершается Именно поэтому второй и третий сезон посвящены новым персонажам И хорошо, что второй и третий сезон Не представляется бы просто какой-то бесполезный довесок Просто чтобы было Нет Нам несколько раскрывают принцип работы поезда во втором сезоне Но мы так и не узнаем, кто же его создал И знаете, тут это, наверное, и не нужно Так как в любом случае мы, скорее всего, будем разочарованы А так, пока мы этого не знаем То разгадка может быть какой угодно Да, хоть в сериале немного полноценных сюжетных линий Но они хотя бы полноценно раскрыты и доведены до логичного конца Чего не скажешь о другом сериале, который имел очень большой потенциал Чего не скажешь? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...